Тема 678. Народное творчество. Наверное, в каждом регионе веками и десятилетиями развивалось какое-либо народное творчество, которое кормило местное население и позволяло региону экономически развиваться. Если раньше продвижением подобного творчества на крупные и международные рынки занимались артели и купцы, простите меня за мой нижегородский, то сегодня каждый, сам за себя, за редким исключением. Возможно, в глобальном плане я ошибаюсь, но в моем соседнем поселке Вознесенском, который славится производством матрешек, случилось именно так, в 90-е годы прошлого века артель распалась, народ зарабатывает сам, выточивая и раскрашивая матрешки у себя дома и пытаясь самостоятельно найти сбыт своему творчеству. 25 человек из них зарегистрировались на ярмарке мастеров, при том, что по статистике местной администрации, в поселке работают более 4500 надомных рукодельников. На ЕЦе я пока ни одного рукодельника из этого поселка не нашла. И то же самое вы обнаружите в других населенных пунктах. Рукодельники и вековые традиции есть, а на ЕЦе их нет. Западный народ слишком мало знает о народном творчестве российских жителей. С одной стороны, это плохо, он не будет знать, как эти рукоделья искать. С другой стороны, хорошо. Потому что, взглянув на эти товары в первый раз, он ахнец от удивления и, возможно, захочет эти изделия приобрести. Потому что, например, такие коробочки из березты западные рукодельники не делают. И западные клиенты смогут приобрести их только у российских мастеров. И они их покупают. Я нашла несколько наших рукодельников из Сибири, которые успешно такие изделия продают. Например, Вероника из Алтайского края, ЕЕ-магазин, ЕЦе пункта комбаррошопбаррабирхбаркеца чейра парентесис пункта. И как такие вещи не купить, если они созданы из природного материала, что сейчас модно на Западе, практически применимы, красивые да еще и недорогие. Я не знаю, Вероника сама делает такие вещи или она у кого-то их закупает, но они явно рукодельные, китайцы их подделать не смогут, а значит, ЕЕ бизнес вне опасности. А глянитесь, возможно, рядом с вами живут рукодельники, которые делают уникальный эксклюзивный товар, который Западу еще не известен. Либо известен, но на Западе нет производителей подобного товара. Либо известен и подобные производители на Западе уже есть, но покупатели предпочтут покупать этот товар у продавцов из страны происхождения товара. Как сегодня они с удовольствием покупают ковраки лимы, народное творчество жителей Турции, и подушки из них у турок, ниже представлены именно такие подушки, со страницы турецкого продавца ЕЦи пункта комбара шопбар радицалички лимты лос чейра парентесис пункта. На ЕЦи нет множества красивых товаров, которые делают Российские рукодельники Если вы возьмете на себя роль купца, будете закупать их у рукодельников и продавать на ЕЦи, то это может стать вашим доходным бизнесом. Таким образом вы решите огромную социальную проблему нетрудоустроенности российских граждан и немного поднимете экономику своего региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Подпишись на канал идеи домашнего бизнеса и жми колокольчик для уведомления о действиях канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова